Семинар Романа Андреева Ссылки в описании не даю пока на Григоряна Но я вас приглашаю заранее Дорогие друзья, меня зовут Андрей Верников Кто меня знает на Метерушке? Спасибо Вот что делает YouTube Я приветствую вас, друзья, и сотрудников Целиха и клиентов других компаний и тех людей, которые интересуются фондом рынка мы пока не клиенты на нашем мероприятии Если вы помните, мероприятия Целих проводились год назад, потом был перерыв Кто помнит, да? И сейчас мы возглавляем такие большие семинары и расскажу буквально одну минуту о наших планах творческих Сейчас мы будем работать два часа Час первый выступает Миша, потом час второй Корчаков И пользуемся случаем я хочу вас пригласить Здравствуйте На семинар, который будет 5 марта Правильно, Маш? Не, 4 марта Роман Андреев в этом зале Записывайтесь И еще у вас будет супер спикер Сергей Григорян И тот же в марте И тот же в этом зале Так что приходите, welcome А теперь я приглашаю Сандра Мишина Презентация загружена Александр Петрович, пожалуйста Здравствуйте, ребят Надеюсь, не слышно Мое выступление называется Среднесрочные диапазонные стратегии О приеме момента входа И выхода контроля И риск И управление открытой позиции Нормально слышу, да? Буду погромче Буду погромче Буду погромче Буду погромче Слово контртрендов Это достаточно провокативная вещь Дело в том, что ни один нормальный человек В тренды с новицами собирается Когда говорят о так называемых Контртрендовых стратегиях Это общепринятая театрология На самом деле, как правило, имеют Ну, люди, которые в этом деле Что-то понимают Имеют диапазонные Такую стратегию То есть мы находим такую бумагу Такой инструмент Такой актив Такой фьючерс Такой фьючерс Который явно ходит в диапазоне И пытаемся сыграть От явно выраженного И визуально понятного Уровня поддержки До уровня сопротивления На повышение И наоборот На понижение От явно выраженного Уровня сопротивления До поддержки Вот на самом деле Буду говорить об этом То есть поэтому Когда мы говорим О контртрендовой стратегии Имеется в виду Не попытка встать Найти где-нибудь Экстремом Найти в него Пытаться встать И поймать Самую-самую-самую Лучшую точку На графике И чтобы От нее Войти в позицию Г а Торговое решение Принимается Несколькими способами Медами奥 Фундаментранского анализа Технического анализа Новоснового анализа Анализ ситуации И хотя и натур 노력 При помощи Лучше Только Таким Таким Это такой способ принятия торговых решений, при котором во внимание принимается исключительно предыдущее ценовое поведение. Либо это график, графические фигуры, так называемые классические технические анализы, или компьютерный технический анализ, где принимается во внимание ценовой график и некоторые индикаторы. Я не буду говорить о классическом, я мало что понимаю, буду говорить только о компьютерах, т.е. мы будем находить три ценовых паттеров, на которых я торгую всего, на вследствие торгуют только три вещи, и некоторые индикаторы. Для диапазонной торговли я считаю, что индикаторы нужны. Для торговли трендовой индикаторы, на мой взгляд, не нужны. И сразу вам скажу. Хочу сказать, что я ни на чем не настаиваю, все, что я буду говорить, это мое мнение, оно, так сказать, что, по-моему, возможно, не имеет ничего общего с действительностью. Единственное у этого мнение. Почему оно такое? Потому что я этим способом уже достаточно большое время торгую. Не знаю, правильно или неправильно, но, в общем, я использую эти правила, о которых будут говорить. Любая торговая система, а я торгую по торговой системе, не принимая решения инкульсивно, интуитивно или каким-то иным способом, она состоит из набора конкретных правил принятия торговых решений, которые касаются трех вещей. Открытие торговой позиции, закрытие по стоп-лоссу и по тейп-профиту, добавление к предыдущей позиции. Это первое. Второе – это контроль риска и капитал. Я тоже об этом поговорю, и я думаю, что дам Александру Горщикову повод меня сильно раскритиковать. И умение следовать торговым правилам. Самое интересное, что первые две, особенно первые начинающие, считают, что это самые трудные вещи. На самом деле, самая трудная вещь третья – умение следовать своим торговым правилам. Это, в общем-то, вещь не очень проста, и со всеми вы торгуете в среднесрочной интервенции, которой я торгую я, где удержание позиции лично у меня в среднем выдачной где-то 5-6 недель, убыточной от недели до 2. Хотя бывает и быстрее, но, как правило, именно вот так оно получается. То есть умение пристать от позиции иногда в 2 месяца – это, в общем-то, для начала очень простая вещь, поверьте мне. Я даже это называю ППП, пытка прибыльной позиции, когда вы находит в плюсе, когда любое нажатие на кнопку мышки в вашу позицию ведет в чистый выигрыш, умение удержать ее до конца – это очень и очень простая вещь. Когда вы, наконец, придумали свою торговую систему, как только вы увидели на торговом графике свою ситуацию, вы должны посмотреть на эти правила. Первое. Позиция должна полностью соответствовать вашей торговой системе. Сделка должна сама бросаться в глаза. Не надо ничего притягивать. То, что вы перевели деньги на торговые счеты сейчас в 10 часов ровно 0-1 минута – это не значит, что надо обязательно что-нибудь сделать на рынке. Надо дождаться своей торговой ситуации. И я советую не доверять плюции, по крайней мере, в первые годы торговли. А я уж ей не доверяю вообще. У меня, честно говоря, никогда не было ситуации, при которой вы получили прибыль. У меня есть фраза, но мне очень нравится, что желание зафиксировать прибыль не является причиной для фиксации прибыли. Выбор оптимальной торговой стратегии. Как я и говорил, если вы используете методы технического анализа, то у вас всего два, на мой взгляд, способа трендовую торговой стратегию. У меня есть несколько признаков. Первый признак. Я буду говорить в игре на повышение. Так проще все. Понятно, что когда мы говорим о помежении, там все с точностью, да наоборот. Трендовые торговые стратегии. Покупаем дорого, а продаем очень дорого. То есть мы дожидаемся, когда вы нарисовывали яблый тренд, когда уже никаких сомнений между Это, естественно, символически не очень комфортно, а контр-тренда, наоборот, мы ждем, чтобы упало, чтобы купить 100, мы ждем 95 и нам приятно ждать, чтобы купить по 10 акций, например. Не нужен тейк-профит, потому что, когда мы играем по трендовой торговой стратегии, мы имеем в виду, что мы купим как получится, а и попытаемся на этом тренде отправиться как можно и как можно дольше. Поэтому изначально тейк-профит, как правило, не нужен. Мы всегда нужен стоп-лосс, но только в случае реверсивной стратегии, тут, в общем, он не нужен, потому что мы всегда стоим либо вверх, либо вне зависимости от ситуации. Только ни в коем случае вы не играете в 2 сходящих средних – это гарантильный пробеж. Не требует индикаторов, а стратегов-то точно. Я считаю, что чем меньше таймфренд, тем более правильно применять трендовые торговые стратегии. Если вы откроете график часовой, вы увидите сплошные тренды, если вы откроете график месячный, то вы увидите сплошный диапазон. И более важен выход, потому что неважно, сколько вы купили в процентах, важно, чтобы как можно дольше на этом тренде проехаться. Всегда делайте этот прогноз. Это очень удобно. И наоборот, покупаем дешево, продаем дорого. То есть ждем, чтобы как можно сильно упало, чтобы купить. Продаем у другого конца диапазона. Всегда есть стоплосс и трейкпрофит. Стоплосс понятно, мы пытаемся охранить свой торговый капитал. А трейкпрофит – это другая граница диапазона. И это для более старших таймфреймов, потому что, если вы посмотрите на старшие таймфреймы, на месячные недели, там сплошные диапазоны. И более важный вход, потому что, если вы играете действительно против тренда, вам желательно пойти, чтобы сразу вас потащило в нужную сторону, потому что напротив того стоять на самом деле, я уже переходим на вероятное вещи. То есть, я взял графики двух бумаг, которых явно надо играть по-разному. Если вы видите вот такую визуальную графику, как Роскедра, то не надо искать никаких точек разворота, то вы точно войдете, как вам кажется, и потом сам войдете в вашу сторону против движения тренда. Дело в том, что, видите, Роскедра — визуально трендовая бумага. Хотя, я думаю, что многие знают, что такое диергенция по МАЦД. Видите, первый, второй — явно диергенция по МАЦД. Цены идут вниз, следующий — средний — вниз. Но, тем не менее, я и не пытался войти по позицию, потому что против трендовой бумаги лучше не становиться. Если вы визуально видите такую вот кардинку, как «Алмазы России», когда у вас явно диапазон, видите, год на год мы вошли по этой цене, и примерно на той же цене мы торговимся и сейчас. И, естественно, здесь можно поискать диапазонные торговые статики. Другие статики, видите, первое минимум, второе минимум, примерно на одном и том же уровне, и не дая чуточку до него, цена разворачивается. Здесь первый максимум, второй максимум, чуточку перед его, цена явно разворачивается. Поэтому визуально, если вы собираетесь играть такие контр-тендовые статики, желательно найти вот такую бумагу, которая явно в какой-покаховой диапазонии. Кстати, бумаги очень часто меняют свой характер. Например, на моей памяти несколько раз ГРК «Норильские книги» из тренда, то есть там с диапазонами, из диапазонами в тренду, и буквально несколько раз. Это можно посмотреть на графиках и это увидеть. А вот пока торгуется диапазон, мы с вами принимаем решение, что бумага диапазонная и пытаемся на ней играть. Если она изменит свой характер, то что мы получили убыток и пытаемся найти следующую точку входа на этой бумаге и на другую бумагу. Индикаторы, которые я буду применять, это скачьи зрения, конверт простой, индикатор АТР, о котором я потом очень подробно поговорю, average, true range, средний диапазон для определения волатильности, MACD гистограмму, и из два вспомогательных – RSI, RSI и Money Flow Index, индекс денежного потока. И теперь, в общем-то, переходим уже к торговой стратегии. Я играю всего три торговых стратегий. Это ложный пробой. Система полностью украдена из книги «Елтерн», самый сильный сигнал в техническом анализе – тенденция расхождения и развороты трендов, и момент, который я называю «ТВВП», «Третья решена всегда последней» или «Третья падена всегда последней» – этот момент очень сильно похож на Роман и Вульфа. Я специально так говорю, что немного подробно я его называю. Он отличается, поэтому знатоки Роман и Вульф, пожалуйста, меня сходу не критикуйте, я сначала его придумал для себя, а только потом прочитал книгу «Белого Вульфа», «Белого Вульфа», «Белого Вульфа», «Белого Вульфа», поэтому я должен называться «Отклевый Вульф», поэтому у меня вход похож, а выход совершенно другой, ну и там еще некоторые тонкости. Первое. Да? А сходящей средней с каким периодом? А сходящей средней с каким периодом? Более с каким периодом? Более сходящей средней сходящей средней на ДЕВИ будет 21 количество рабочего времени, а в ВИПе – 26. Понятно, почему. И какие индикаторы я использую? В принципе использую два и три. Первый – это верхний и нижний конверт. Верхний и нижний конверт – это та же самая скользящая средняя, только поднятая и опущенная, на определенное количество процентов так, что только в биржинке в биржинке не торчат. Она привязана, естественно, сходящей средней. МСД – инстаграмма, называемая МАГДИ, на самом деле МСД будет Average, как деджет завяжется. И потом скажу об индикаторе АТР. Ну, даже не индикатор, а инструмент. Самая первая ситуация, известная даже в троне, как «Черепаховый суп» – это ложный пробой. Вот такую штуку мы наблюдали в Татнефти 25 декабря. Мы нарисовали меню, все после 7,60. После этого цена ушла вверх. После этого меню был перебит. И потом цена подпыргнула над этим меню. То есть показала ему, что пока мы имеем ложный пробой. То есть мы явно заскочили за меню в топе туриз обратно. И мы опустили глаза на МСД-инстаграмму и ввели дивергенцию. Для тех, кто видит, что вы – дивергенция. Дивергенция – это такое положение индикатора, когда цены идут в одном направлении, а индикатор – в другом направлении. Видите, здесь каждый в парень, конечно, ниже предыдущего 600, 180, 7, 680. А индикатор явно имеет парень в другом направлении. То есть здесь все ниже и ниже, а здесь все выше и выше. Это и есть дивергенция. Это и есть дивергенция. Поэтому на проборе уровня 687-60 можно купить, было по 688. И, немножечко полуновавшись уже после нового года, застакать в позицию примерно по 700 в плюсе. Вот это действительно был пробой, но это был пробой на акциях. Это были футчерсами. На футчерсах на третьем месяце, на мартовском такого пробоя не было. И даже если я поставил стоп-лосс в систему, он целом не сработал. Потому что таких центов не было. Но на самом деле, как татнефть, я стоп-лосс не ставлю в систему. То есть делаю включение, потому что футчерс на татнефть, вы понимаете, это далеко не самый ликвидный футчерс. И, в принципе, нарваться на такой шип никогда не хочется. У нас, в принципе, очень много инструментов, на которые можно поставить стоп-лосс и, так сказать, не бояться. Это, разумеется, наши флагманские продукты. Ри, Си, Невцбрэнд, Евро, Доллар, ну, наверное, Сливанг, ГАЗ, ТОП. Ну, и индексов, наверное. А все остальное лучше делать все вручную. Я думаю, понятно, да? Сложно пробовать. Второй торговый момент. Да, кстати, здесь обычно говорят, что каждый дурак знает, что можно было делать в 20-го декабря. А вот, пожалуйста, прямо сейчас исполняется торговой момент в поддоме Эндуард. Это торговый момент, я называю его ЭТМ. Эрдовский торговый момент. Он полностью сворован из его мышки. Суть его такая. Когда мы не можем играть ложный пробой, потому что цена входа была бы сильно ниже конверта, в этом случае мы и не пытаемся играть ложный пробой. Мы ждем забегания цен, если, конечно, получится, за верхний конверт. И когда цена пошла вниз, и как только МСД и 100 грамм перекрасилась, естественно, при дивергенции, на поле дивергенция такая штука, при время понижения, когда мы видим на ценовом графике ряд последовательно повышающих на ценовом графике. Если вершин, а здесь видим подкретно понижающих, если вершин, мы можем сыграть по 15-94,5, потому что у нас есть дивергенция HPMACD в инстаграмме, перечащая дивергенция по МСД линиям, которые, кстати, Александр Эдвард интерпретирует как, возможно, не просто диапазонный разворот, а именно перемен на тенденции, добавить на дивиденции по RSI и по Moneyball. Я думаю, что у многих есть с собой всякие программы, которые показывают цену. Я думаю, что если вы посмотрите сейчас серебруты выявительные, мне кажется, цены вне 15-82. То есть пока мы в небольшом крысике по этой позиции. Это второй торговый момент, я называю ATK. И, кстати, то же самое по канадскому доллару. Доллар США по канадскому доллару. Прямо сейчас, наверное, можно войти в позицию, потому что та же самая ситуация. Я сейчас просто посмотрел цены, там цена была 1.30, а я про это надо было понесить. То есть 10 пипсов можно, что называется, взять на себе. Но вчера вот такой торговый момент. Видите, первый меню, второй меню. МСД Гистограмма дает дивергенцию. Мы здесь не могли играть в ордер-провод, потому что цены были выше нижнего конверта. Мы дождались, пока цена уйдет ниже конверта. Так долго перекрасилась, мы сидели 100 грамм. Мы вошли в позицию, и пока нет микроплюсика. То есть вот это то, что называется момент. Я не знаю, с чем это закончится, игра. Но, тем не менее, по торговой системе мы должны бы эту позицию открывать. Единственное, что я не рассказываю о торговой позиции, которые открыты. Возможно, да, возможно, нет. Но, тем не менее, момент торговый был, и мы обязаны его играть. И третий, последний торговый момент, который я играю, это волна вульфа, или я их называю, ТВВП. Третья, в данном случае, вершина всегда последняя. Это такая штука, которая случилась в уголе на 6 декабря. График дневной. Мы дивергенцию здесь смотрим, потому что это достаточно очень, так сказать, один из самых сильных, которых я знаю, торговые моменты. Это мы соединяем две вершинки дорожничьи. Я соединяю их точно совершенно в метавстоке. Метавсток позволяет там выставить такую опцию с «Начто прайсис», прилипать к ценам. И в этом случае он очень и очень точно рисует именно вот прям от самых вершинчиков. То есть соединяем их очень-очень правильно по самым верхним точкам. Такая опция тоже есть. Только единственное, что нам там надо вручную просто выставить день и цену на обеих вершинках, когда точно так же красиво все прочерчится. Как только мы ее начартили, мы ждали, когда цена забежит. Но если бы не забежала, мы бы не сильно вырастулись, потому что лук был не единственным инструментом, который торговлял на нашей бирже. Но когда цена забежала, стала возвращаться. Вход был по 5242. Сначала у нас несколько, по-моему, ничего. В целом даже на 100 рублей нас подкинуло вверх. Мы, так сказать, сильно переживаем. Естественно, это удается. Но потом все случилось так, как надо. И цена пошла вниз. И по касанию нижнего конверта позиция была закрыта. Это то, что я называю третьей вершиной. Это последняя. Ну и вон бульта. Дело в том, что белый бульт считает любые, а для меня глазовая точка, то есть в данном случае вершина, от которой я ищу, так сказать, глазовым сматил полицию, она всегда должна находиться за границами конверта. Вот это вот особенности. И я выхожу не по второй линии, которое, думаю, многие из вас знают, а по касанию противоположного конверта. То есть вот такое отличие. Понятно, что это было на Кошен графике, и как играть луквой 6 декабря знают все. Ну вот так выглядит система, когда мы ищем официальный шот. Вот точно так же мы прорисовали две линии и спокойненько ждем. Будет касание и возврат — собираем. Не будет — найдем что-нибудь другое. Так вот ММВБ вполне возможно выйдет на волну у лульфа через пару недель. Если будет. Единственное, что я люблю, чтобы симметричные были эти все режимки, как, например, в лугуле. Видите, когда все очень-очень красиво, тогда, как правило, все и получается. Как люди говорят на математике, все, что красиво, то правильно. Вот тут, когда вот так красиво, часто бывает, что не складывается. Хотя не обязательно. То есть я очень часто слушаю, но я думаю, что не только я показываю сделки, которые были месяц назад, а что ты видишь сейчас. Обычно показывают что-то такое, и тебе говорят, ну, мы еще не знаем, дойдет, не дойдет, вернется, не вернется. Вот так устроено. Когда мы на самом деле торгуем, то мы видим вот такие ситуации и ждем входа в свою позицию. А когда мы просто смотрим графики за одним числом, то мы, естественно, с легкостью находим вот такое положение, говорим, что вот так и так, и вот так. И еще очень важный момент, что у нее является дивергенцией. Если, допустим, эта вершинка была выше, чем у нее та, то это была бы дивергенция. Потому что видите, первая, вторая, и между ними есть забегание за новую линию. Любой индикатор осциллятор, имеющий на любую линию, в нем дивергенция. Так только такая вещь, когда индикатор забежал между впадниками, ну, по-моему, между движинками в данном случае, за на любую линию. Вот это не является дивергенцией. Видите, вот, допустим, вы видите, целый явный вверх по индексу РТС, да, а гистолянка явно вниз. Ну, как здесь не собирать до понижения, да, и получить на любую линию. Что называется? Вот такое движение против вас. А дивергенции по индикаторам, которых есть на любую линию, требуют забегания этого индикатора за новую линию и возврата обратно. Значит, они не дивергенция. Это, разумеется, не касается ни АРСА и ни Манифлотом. Это просто на любую линию. Я думаю, что все читали знаменитую книгу «Следуя на Лефевре на Лефевре» или почти все. А вот это вот три моих самых любимых цитаты из самого Джесси Ливермора, который в его книге «Как торговать акциями». Вот. Если хотите, почитайте, я вам дело зачитаю. Я считаю, что это одно из самых важных вещей, которые рынке делать надо и не надо. Ну, давайте я прочитаю. Пока вы ничего не делаете, то есть регулянты, которые чувствуют, что должны торговать день за днем, создают антамент для вашей следующей регуляции. Вы будете ожидать выгоду от их ошибок. Всякий раз, когда мне хватало терпения ждать, что время достиг того, что я называю базовой точки, вы заметили, что у меня базовые точки – это явная точка разворота в вашем временном диапазоне. Ну, я вношу добавление, я считаю, что она должна доходиться за границами конверта. Я радуюсь для меня – это базовая точка. Греция социально себя с великими, да, но вы уже северно, базовая точка – вот та точка, когда рынок в вашем временном диапазоне явным образом развернулся. Прежде чем начать торговать, я всегда делал деньги, сдать операцию. Замечу, что каждый раз, когда я делал терпение знакомых, не был в состоянии ждать базовых точек и тем временем хватался за другую легкую привод, я терял деньги. И очень часто неактуарный вход в позицию является причиной потери, потери денег. У меня есть даже по этой теме собственный афоризм. Пытаясь взять с рынка чужие деньги, вы отдаете свои. Ну, и вот теперь я сейчас немножко поговорю. Да, это была вводная часть, была торговая стратегия с тремя основными паттернами. И вот теперь давайте поговорим о риск-менеджменте. Я считаю, что когда вы входите в позицию, перед тем, как в ней войти, надо рассчитать три вещи. Убыток по каждой отдельной сделке не должен превышать 2%. И стоп-лосс должен находиться не ближе, чем 1.5 АТР. Я сейчас расскажу. АТР, average, true range, средний диапазон, это, грубо говоря, средний пар или средняя свечка. То, что вы предпочитаете. Единственное, что, как правило, усредняется по количеству этих свечек. Поскольку это аргольная графика Дерри, в первую очередь, то я беру АТР равен 10. То есть, это 2 арголых недели. Что такое АТР? Это свечная свечка, да? От минимума до максимума. Мы берем 10 последних свечек, складываем их идею на 10 и получаем среднюю свечку за 10 дней. Это и есть ответ. Некоторые, разумеется, на рынке иногда бывают так называемые гэпы. И есть способ, который учитывает, или нет, вот этот индикатор – это способ зашить. Если вы хотите более серьезно в этом деле разобраться, то в интернете тысяча сайтов, в которых подсказано, что такой индикатор средний истинный диапазон. Если вы производите индикаторы, то вот прям сверху. Average to Range – средний истинный диапазон. Индикатор средний истинный диапазон. Я иногда его… У меня так устроили, так сказать, мой интерфейс в Квике. Меня стоит только поднять и сразу, так сказать, я вижу эти цифры. А вот иначе, так сказать, у меня есть несколько секунд и в общем, какие значения на сегодня были у средних диапазона основных торговых объемных данных инструментов. Индекс RPS – 12,82 пункта. Фьючерс на него – 1,875 пунктов. Это средний диапазон, внутри которого рынок бегает цена внутри дня, и теперь я хочу показать, как я рассчитываю стоп-лосс и тейк-профит, например, если бы мы играли на повышение Сбербанка. На прошлой неделе, во вторник, Сбербанк открылся примерно 7-8. Его сильный диапазон был 3,88 руб. Я помню, что наш торговый счет 100 тысяч рублей. Максимальный выток по счету ровно 2%, то есть не более 2 тысячи рублей, наш стоп-лосс 1,5 АТР и 2 тысячи рублей. Как теперь мы можем эти вещи совместить? Стоп-лосс мы отнимаем от точки входа 197,85, отнимаем диапазон, внутри которого Сбербанк торгуется в средних день, умножаем на 1,5 АТР и получаем, что при входе 197,85, наш стоп-лосс 192,03. Как определить объем открылой позиции? Очень просто. 2 тысячи рублей, которые мы готовы потерять по данной сделке, мы делим на точку входа 197,85 минус 192,03 и получаем, что мы можем торговать вот таким кривым числом акций. Но таким нельзя торговать числом, потому что у нас на основном рынке ММВВ 10 акций Сбербанка входит в один лот и на ФАРТСЕ входит 100 бумаг в один контракт. То есть мы можем торговать либо 34 лотами на основной секцией и тремя контрактами на фьючастной. И тогда легко понять, если мы можем точку входа на количество акций, то мы получим, что при объеме наших средств 100 тысяч рублей мы будем торговать 67 тысячами. То есть мы даже не выходим на маршрут. И если мы поедем в нашу сторону, то мы определим Take Profit как точка входа плюс 3 вещественных стоп-лосса. 1.5 т.р. на 388 умножить на 3. И цена выхода у нас будет по Take Profit 215.30 копей. Если нам не в нашу сторону, то мы потеряем по акциям. А если цена полезна в нашу сторону, то мы заработаем 5900, если это акции, и 5200, если это их ключи, потому что мы сократили до 300 бумаг, а где у нас все-таки 340 бумаг. То есть вот таким способом я рассчитываю объемы визуально понятный уровень поддержки сопротивлений. Понятно, что они ставятся немножко за ними. Здесь мы можем чуть-чуть уменьшить объем и отодвинуть наш 100 лосс до визуально понятного уровня поддержки лица или сопротивления. Я на всех случаях благотворил газпромные вынижения, если нужно, я расскажу, если сказать все понятно, то пропускаем. Нужно, да? Конечно. Расскажите. На большую неделю, во вторник, а станок относится к такой цене. Ну, примерно. Средний дневной диапазон 2,86 рубля, то есть тот диапазон, внутри которого газпром в среднем торгуется. Наш торговый счет 100 тысяч рублей, максимальный выток по расчету 2% и 2 тысячи рублей. Стоп-лосс либо 1,5 АТР, либо 1,5 АТР и 2 тысячи рублей. Как это дело совместить. К точке входа. Особенно при принижении стоп-лосс у нас будет находиться выше, чем точка входа. Мы прибавляем 158, мы прибавляем наш средний бар 2,86. Нужный до 1,5 АТР. Ну, по этому счету, потому что 1-2 это как бы, что скучит, как мы так называем, внутренний шут. Мы же ведь не просто входим, мы входим по системе и надеемся, что нас просто не выберут в случайном колебании. Поэтому выберутся не один, а полтора, к примеру. Если это у нас стоп-лосс будет чуть-чуть выше, 162, то 59 копеек. Объем откровенной позиции. Максимальный выток по данной сделке 2 тысячи рублей. Мы делим на то количество рублей, которые мы готовы проиграть в одной бумаге. То есть, от точки входа до стоп-лосса. Очень ярко, что мы можем играть вот таким кривым количеством акций. 466,20. Если мы играем в основной секции ММВБ, то мы, естественно, играем лотами. У нас будет 46 лотов, 466 бумаг. А если вы в печах, то 4 контракта. То есть, 400 бумаг. И при открытии позиции на подвижение на фондовой секции ММВБ, мы получим объем. Открываем позиции. Просто перемножив 460 на точку входа, мы получим 73 тысячи рублей. То есть, при нашем счете 100 тысяч рублей, мы даже не выходим на маршрут. Прекрасно понимаем, что для людей, которые торгуют внутри дня и пытаются свой гипотезр загнать, это как бы смешно. Но это, на самом деле, конечно же, не для 100 тысяч рублей, а для более больших счетов, где ваша задача получить прибыль от 20 процентов. Ну, от 25. Потому что, на самом деле, я думаю, что все знают, что средства средняя доходность великого Сороса за всю торговлю 28 годовых, а великого Сороса – 22 годовых. Если вы считаете, что вы более серьезные игроки, то как бы пожалуйста. что ли вы DA. И у нас есть 30 тысяч рублей. И он просто берет примерно три стоп-плоуса. То есть три раза длиннее чем стоп-плоуса. То есть, от точки входа по суто мег реального принижения, то есть, средний бар, или в тут диапазона по 276, умноженный на 1.5 и еще умноженный на 3. Получаем, что при открытии позиций по 158-30 на принижение, мы ждем аж целых 12 рублей, 13. 145-43. Мы ждем по беде на 13 рублей, что взять прибыль. 5920 рублей на акциях, 5148 рублей на фьючерсов прибыль, ну либо прибыль чуть меньше 2000 на спот-рынке и 1716 на рынке флорте, в том числе опционы российской торговой системы. Здесь, естественно, все считается без комиссии, комиссии у всех разные, ну и понятно, что исправнять расчетчего комиссии совсем не хочется. И я думаю, что бедный расчет Саша Горчаков Александр Горчаков очень сильно просил спритиковать. Если вы играете по такой системе, как я вам говорил, вам потребуется целых 34 подряд обычные сделки, чтобы получать пополовину. Потому что здесь вступает обратная геометрия, то есть, чем больше вы теряете, тем у вас уменьшается торговый счет. И следовательно, ваши 2% становятся уже не 2000 в первой сделке, а, скажем, уже 1500 в 15-й сделке. То есть здесь вы играете всякий раз, как будто у вас с чистой 100. Всякий раз вы забываете, что у вас было 100-100 тысяч и с чистой 100 тысяч. И начинаете играть с начала. Контроль торгового капитала. Да, это я люблю рассказывать. Почему очень часто мы знаем такие ситуации, когда такие веселые ребята, в белых рубашках, в красных галстуках, работающие в инвестиционных компаниях, с легкостью переигрывают нашего брата, част-частного спекулянта. Дело в том, что у нас каждый бежевый игрок в инвестиционной компании и банке, я как-то и работал, так сказать, и там и там, на ней висит, так сказать, 4 лимита. Вам дают максимальный убыток по сделке, 2%. То есть если вы его не выполните, то есть, по данным сделкам выделяете больше, чем 2%. Первый раз вас пожурят, второй раз, так сказать, с вами будут разговаривать, вам дадут листок формата А4, сказать, по росту написать заявление об уклоне. Максимальный размер трудовых позиций, так называемый «головный лимит». То есть у вас, в договорении, мы называем, миллион рублей, и вы не можете взять больше, чем миллион рублей и открыть для него позицию. Это объемы сделки, не ГО, и не это самое, и не как это делается. То есть чистый объем, а не объем залога. Максимальный текущий убыток, как правило, 5-6%. Ну и максимальный убыток за месяц, но это делается для того, чтобы Финдет у нас в департамент прекрасно понимал, надо сказать, слово «каждый человек, в принципе, может проиграть денег за месяц». И когда вам включают вот такую вот вещь, вы уже не имеете никакого права позицию оставить, то есть то, что называется, убрать стоп-лосс и надеяться, что рано или поздно развернется. А этот, вы знаете, очень часто бывают причиной потери всего торгового счета. И всякий раз, хочу вам заметить, что только вы закрываете позицию, и у вас на счету только одни деньги, вы уже начинаете думать по-другому. Дело в том, что вы всегда смотрите на новости, смотрите на закрытие международных рынков только в свете подтверждения своей торговой позиции. Когда договоры закрыли, у вас сразу все меняется. Поэтому вот эти вот четыре вещи позволяют людям в белых и ваших красных галстуках нас обидавать. Ну и самое последнее, это управление торговой позицией. Предположим, если вам попортило открыть флотпайльной системе, следовательно на понижение, то лично у меня, в первых, будет четыре варианта выхода из позиции. Вариант первый, самый понятный. Я играю на понижение по флотпайльной системе. Это самый первый способ, самый простой, но самый неприятный. Способ номер два. Я называю его «Bravo Linda Rush». Я у нее ее своровал. Она говорит в следующем моем доблестном переводе. Хорошая сделка, она сразу начинает давать вам тейпер. Если в течение семи баров цена не выходит от вашей точки входа, закрывайте позицию. Потому что она скорее всего развернется, и вы получите плановый стоп-лосс. То есть, мое твердое правило. Семь баров цена стоит на месте, если в калинице выхожу. Способ номер два. Он называется «Стоп-лосс зоне без убытка». Как только цена пересекла следующую среднюю, я тут же выставляю стоп-лосс в точке входа. Все. По этой позиции я больше денег не теряю. Я, конечно, знаю, что такое утренние гэпы, но забыли про них. Больше по этой позиции я деньги не теряю. Я могу только потерять накопленную бумажную прибыль. Если с нами беремся обратно, это, кстати, большинство моих сделок. Так заканчивается, в 108 зоне без убытка. Сначала пошла куда нужно, потом развернулась и вернулась в точку. Планницу закрываю и спокойненько еще вторую сделку. Это третий выход. Часто есть. Цена – это не бит. Цена – это в найду и в нужную сторону. А если я пошла резко в сторону, то под касанием этого пауэртон-конверта я выду из позиции. И выход шестой — цена не быстро, она вот очень медленно пошла в нужную сторону. Тогда, когда у меня точка выхода в три раза превысит плановый В этом случае я выхожу из полиции, это самый приятный выход, это самые большие деньги. Единственное, что его очень трудно дождаться, такой выход занимает в среднем 5-6 недель. Иногда 1,5 месяца. Самый большой, это был мой шок по ВТБ, 2-3 года назад я стоял в 2,5 месяца. Ну вот, собственно говоря, все. И как раз 40 минут. И как раз можно вопрос задавать. В последнем слайде у вас максимальный риск по сделке и максимальный текущий уровень. Максимальный текущий уровень в несколько раз больше, чем риск по сделке. Как это может быть? Не понял. Следующий склад. Да, вот у вас первая позиция – это 2%, и третья – 5-6%. А, ну, имеется в виду, мы имеем право открывать несколько позиций по некоррелируюмым инструментам. Если, скажем, вы имеете, например, рун в золоте, а шорт, допустим, ну, как колбовы обидеть. Так нефти, то наведы – это некоррелируемые позиции. И они запускают. Спасибо. Скажите, а Линда Рашуфия, она уходит на 7-м баре на каком таймфрейме? Давайте просто. О, она… О, она… О, она… О, она… Ой… Вы знаете, когда я слушаю ее выступление, она так говорит и дэви, и 5-минутки, и полчасовки. Она все время говорит о барах. О, барах. А на каком таймфрейме? Таймфреймов много. Я понимаю. Ну, я… Не могу сказать. Я использую… У меня два таймфрейма. У меня, конечно, два таймфрейма. У меня, конечно, не в гаражке, но у меня два таймфрейма. Это Дэви и Викли. Вот у них 7 баров. А как уж… Я бы сказал, что он постоял у нее за ключом, но базина меня не пустит. Войлдер стоял и за ключом. Войлдер стоял. Спасибо. Скажите, а шторты только по фьючерсам будут делать? А как садировать? Отличный вопрос. Шортить надо всегда фьючерсами. По двум причинам. Первая причина. С вас, если вы играете в фьючерсами, не берут деньги, не заберем вас правильно. И самое главное, фьючерс третьего месяца, девятого и двенадцатого, он имеет контакт. То есть цена превышает фьючерса под цену. И поэтому всегда вкладывает быстрее фьючерс вкладывает фьючерс медленнее. Даже в третьем месяце, когда у нас есть дивиденды, как вы понимаете, если я покажу, как только дивиденд в цену фьючерс вкладывает быстрее, но только бумага избавляется дивидендов, происходит вот такая ситуация. Фьючерс с вами бумаги, стоимость фьючера. Озичка! Оп! Т.е. поэтому все, как описано, всегда надо играть на понижение. Фьючерс сами. Единственное количество, вы не сможете сыграть, например, какой-нибудь... боюсь его обидеть. Русалка, потому что нет такого фьючера. — А как вы не держите их на 2,5 месяца? Или беретесь и строят данные как-нибудь? — Нет, я перекладываюсь. И обожаю эту операцию, потому что я сначала делал данные твича, где большой спред. Скажем, у меня куплен, не надо продать. Я ставлю на продажу. Как только его свезнут, я тут же посылаю заявку на закрытие ближайшего. И почти всегда выигрывает этот спред. То есть, это припредная грация. — Контанты какие, а бэквардация? — А бэквардация просто так не бывает. Я понимаю, бэквардация бывает только тогда, когда в акциях. Когда есть у них дивиденды, а в учебе просто нет поопределения. И в этом случае бывает бэквардация. Честно говоря, я по-другому не видел этого. — Хорошо. — Не можете ошибаться. — Теханализ вы проводите по акциям, а работаете по фьючерсам? Либо и теханализ тоже по фьючерсам проводите? Потому что есть некоторые унионсы, будут восхождения. — Я торгую по акциям, по базовому активу. А фьючерс является только инструментом попытки войти в движение. — То есть сигнал приходит на акцию? — Только так. — После этого фьючерс в одном моменте появляется? — Да. Даже если, скажем, инструмент ликвидный, допустим, если это, скажем, «Звербанк или Газпром», то я даже выставляю заявку. Я вхожу, не буду ходить, а эти руками. Заявка называется «Stop and Trace», «Stop вход». У меня «Stop» по базовому активу, и продать или любить нужное количество твичей. Поскольку там ли бизнес абсолютная, ну, для меня, по моим объемам, то вам и все. А я вас с руками очень не люблю, как тот… А знаете, когда как-то стоит, он сам сможет так… Цык! Та-та-та-та-та. Вся. Вот такая вещь. — А вот еще раз. — Еще раз. — Нормительно сказать. — Как вы все-таки представляете стеллпост этой кофе? Ну, вот у вас получается там полтора кофе, четыре с половиной. И вы как бы это честно ставите, и все. И вы все-таки прикидываете по графику, где нужная точка, как-то передвигая их туда. — Ну, такой, так называемый… — И это что у вас получилось, господин Владимирович, поставили награду на графике, то есть заявка. — Ну, поставить награду на графике не получится. Дело в том, что если стоп-заявка, она, так сказать, поставится по любой цене, а тейк-профит, собственно, такой выключен, есть такое понятие, как планка. За планкой вам не даст поставить систему. Поэтому я стоп-блост поставлю, скажем, у меня есть ликвидный инструмент. А тейк-профит я только по мере приближения его ставлю. Потому что тейк-профит, как правило, далеко. А потом, когда он уже находится близко, вот только после этого я его выставляю. — Ну, хорошо, а что было? Полтора-треера и все, регальная графика? — Нет, разумеется, я вам говорю, что я знаю, что уровни поддержки сопротивления, разумеется, с учетом их. Там чуть-чуть можно себя подкорректировать. Уменьшить объем — это отбивать, увеличить объем — и придвинуть. — То есть, как правило, мы все-таки перейдем. — Ну, конечно. То есть, это, так называемый, принципиальный расчет. И основная его задача — показать, что если вы пойдете терять 2%, а не, допустим, на всю маджу, особенно по плече, мне пришла реклама в почту, предлагаю вам, но и возможности. По плечу 1 в 500. И это не так. Ну, поэтому, чтобы показать, что вот так лучше не делать. Потому что там реально можно завидеться, просто одно сделать. — Можно попросить? — Да. — По поводу арбитража, что думаете, насколько это все эффективно? — Сейчас арбитраж дает, например, по Газпрому, порядка 7% в ГОС. — То есть, насколько это, насколько это, насколько это, то есть постоянный эффект дает? — Ну, у меня всегда куплен Газпром, проданный в него фьючерс. Поскольку Газпром является достаточно ликвидным инструментом, признаваемым моим брокером, как залог. И от этого залога я уже торгую, как называется, со своими фьючами. Уже без, как называется, процента за национальное кредитование. То есть, я им дал акции, они мне дали деньги за минус 30% дискорда. И получается, что они, я прекрасно понимаю, что мои акции даются в шорт, зато я их деньги беру на торговлю туда-сюда. То есть, когда я говорю, какая мне доходность годовая, то надо всегда прибавить 1-7%. А почему? — Ну, если бы купил акции, продал фьючер, то фьючер можно продать за 10% под ког. — Ой, слушай, у меня не единый горький скучок, у меня есть один горький скучок, но идея эта. — Ну, слушай, я не знаю, я торгую. Вот так вот, смотри, наиболее. — А вообще, какие в сумме это делалось? — Я, короче говоря, вот, есть такой сайт, mysex.derivatives. Вот всё, что там есть, за исключением облигаций, я торгую. Облигации не понимаем. У меня не понимают, как говорят облигации. — Ты торгуешь там 30, 40, 50, 20, что ли? — Их ми-30. Регментов хьючей у нас... — Регментов хьючей у нас 06. — МИ-6. — Ну, то есть... — Ну, для меня... — Ну, для меня... — А евро, доллар? А нефть, бренд? — Не, я говорю Франции. — А, ну да. — Ну, максимум шею. — Ну, это значит, я как-то и аэроплотом, и даже МТС, если ты говорил, в этом году. — Ну, в принципе, да. — Ну, в принципе, да. — Ну, в принципе, да. — Ну, я анализирую, по-моему, 30, кажется, 5 штук бомбов. Это самое, 3 тысячи. — Жалко, я не могу поставить свои клики, я показал бы. — Какие не тысячи. — Да, облигаций я, к сожалению, не умею торговать. И я просто не знаю, как это делать. Совершенно. — Почему не используют этих мест? — Есть куча корпоративных аппликаций, например, первого уровня лизника. Тоже самое, как маршиналку можно взять в 9,5-10%. — Ну, наверное. — В таких случаях я обычно говорю так, у каждого доника своя метода. Мне вот такая. Я не знаю, но, наверное, это правильно. Чего тебе узнают? Может быть, надо как-нибудь облигациям? — Вот и забота. — Извините, если у вас большинство сделок закрывается без убыток, что они выбирают просто чистяк? Не оставляют там за 1,5-2? А не оставляют? — Ну, если бы я знал, что цена после того как даст на некоторую гуси оконсообразная, я так бы и сделал. — Ну, а если мне вернется из-за статистики доказать, что в основном для вас все равно 0? — Ну, не в основном. Дело в том, что у меня порядка. Я, на самом деле, компания по 2%, у меня несколько другой риск. Мне достаточно 3-4 придуманных сделок при таком же количестве я выдал за 40 годовых. Поэтому я считаю, что более правильно. Я осознанно иду на эту всю ситуацию. — А вы думаете, что у вас было 3 бары там, а побольше? — Нет. Как раз у меня именно такой. Я немножко беру больше риск. Дело в том, что просто несколько сделок, которые дают поймать движение объекта на движение поверхности, я, как правило, прибавлю к счету от 12 до 15%. Поэтому я заранее мерюсь с тем, что большинство сделок будут в зоне безублитка. Это дает мне понять, дает мне дотащить 3-4 сделки до полного такого. Честно говоря, я играю в крыдель, у меня сделка закрывается, прибыль. Но самое раннее закрытие — 3 недели. Раньше, как правило, не бывает. Хотя однажды это было серебро, накрылось через предпринимание. Там просто свечка вниз. Подложные проблоки. И тут же вернусь куда-нибудь куда-нибудь. Поэтому приходит… — Что вы говорите, это возможно, когда не ставят вообще-то? — Вы еще какое-то ставите? — Что? — То, что вы говорите, это возможно, если не ставят вообще-то профиль. Тогда он может прилететь куда угодно, но вы-то там что-то ставите? — Нет. Я ставлю. По касанию региона, если мне портило поймать от нижнего до верхнего конверта, как правило, от 12 до 15% за 1 сделку. Я мирюсь с тем, что 6-7 сделок в год у меня закрывается вновь. Это дает мне… Понимаете, если бы я точно знал, что все сделки, что эта сделка сейчас пойдет обратно, я, разумеется, закрываю по самому нужной цене. Естественно, я тоже мечтаю, чтобы не была машина, которая показывала мне где минимум, где максимум. у меня такой машины нет. Я знаю эту проблему. Мне очень многие об этом говорят. Мне об этом постоянно говорила Наташа Смешинка. Что-то ты если… Да что-то завтра закрывается. Тогда я не поймаю ни одного полного прибыла. Я говорила Наташа, которая купила у нее по 46 и продала по 70. А если бы она выходила на первом откате, как вы понимаете, такое ломать было нельзя. Я, например, вообще не ставлю. Вы намекаете по тренду? Да. А как? По тренду. По тренду. Ну, как бы если я вижу, если либо у меня идеи, как бы из церкви, я вижу, что моя идея не рахнула. Почему? Либо, наверное, наоборот, наоборот, наоборот. Ну да. Нет. Просто я считаю, с сильными зонами, где цена может отвернуться, это явно, если мы говорим о повышении, это явный уровень сопротивления без зоны по повышению или касания верхнего конверта. Я вам скажу сейчас огромное количество ситуаций. Вот давайте внимание. Как вот, допустим, в квике, да? Рынок очень любит. Конверты обратно. Правильно ведь? Конверты обратно. Это гастом, да? Поэтому для меня просто конверты, да, ну как-то я на сторону к нему привык. Александр Федоров меня не мучил. Что я не могу себя заставить играть на понижение ниже нижнего конверта. А вот, ну, я не знаю. Я не знаю, понимаете, но каждая, своя торговая стратегия и пытаться их совместить, это дело гибло. Я думаю, это то же самое, что объяснять боскетбористу, что в мячик надо играть обязательно ногами, как в футбол. он не поймёт. У него другая идея. Александр, у тебя нет волшебной машинки, а у Горчакова есть. Поэтому давайте пригласим его. Спасибо большое. Давайте похлопаем. Спасибо. 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 Спасибо.